Всем привет, с вами снова Алексей Гладков, а это значит вы на канале Mobile Developer. Мы продолжаем наше занятие, посвященное Jetpack Compose, разбираем какие-то основные составляющие. В прошлом видео вы можете увидеть по ссылке наверху, а сегодня мы поговорим про такую тему, как навигация. Что мы сегодня будем делать? Мы напишем сегодня навигацию, стандартную навигацию, используя нижний бар с сохранением стейтов, используя только Jetpack Compose. То есть именно инструментами Jetpack Compose, не переходя во фрагменты, как это было в видео с версткой, и не используя каких-то дополнительных инструментов, кроме тех, которых нам предоставил сам Google. И посмотрим, с какими трудностями мы при этом столкнемся, и как это все примерно делается. Поэтому давайте сразу же начнем. Что у нас тут есть? У нас тут есть буквально вот такой вот набор айтемсов и есть Skaffold. Skaffold это, если вдруг кто не в курсе, это такая вот специальная Composable функция, которая содержит в себе сразу же многие заготовки по Top Bar, Bottom Bar, Snack Bar, Hose. То есть это такой вот, ну фактически как бы как экран, да, то есть это заготовка под экран. И, собственно, я передал в Bottom Bar, Bottom Navigation, специальный компонент, который выглядит вот таким вот образом. Это у нас три вот таких вот табы, которые пока что, естественно, никак не работают. Что мы будем сейчас пытаться делать? Мы будем пытаться вот к этому Bottom Navigation Bar привязать логику, то есть привязать то, чтобы у нас реальные какие-то экраны переключались между собой. Окей, давайте начнем. И, как всегда, нам понадобится немножечко поработать с Gradl, потому что сейчас пошла вот такая тенденция, что Jetpack Compose и все, что с этим связано, оно как бы немножечко разбито на мелкие такие кусочки, да. У нас тут есть опять Jetpack Compose, это абсолютно новый проект. Тут Beta 05, уже Beta 06 вышло. Ну, Beta 06 мы посмотрим отдельно в третьей части верстки экрана Jetpack Compose. Так, давайте мы, собственно, добавим здесь библиотеку. Библиотека выглядит вот таким вот образом. То есть здесь у нас, давайте синхронизируем, здесь у нас Navigation Compose. Я думаю, из контекста понятно, что это именно отвечает за навигацию. И что мы здесь будем делать? Смотрите, основной сущностью, которую нам дает Navigation Compose, является такая штука, как NavHost. И она имеет в себе два, собственно, параметра. Первый это NavController, а второй StartDestination. Все остальное нам там, ну, не обязательно. Допустим, Modifier задан по умолчанию, Road тоже, Builder тоже. Поэтому нам нужно сделать только, ну, вернее, Builder мы сейчас отдельно вызовем. Нам нужно только указать NavController и StartDestination. Ну, если со StartDestination нам в целом все понятно. Вот мы можем его взять отсюда, да. Давайте так и напишем. То, что нам делать с NavController? Дело в том, что у нас добавляется такая специальная функция, которая называется вот так. То есть NavController мы говорим RememberNavController. То есть эта функция, если вот вы не понимаете, что такое Remember, то, опять же, вот видео, про которое я говорил в начале, там это все будет объяснено. Это фактически просто, да, такой вот RememberSaveable обертка. То есть она переживает переворот экрана, смену конфигурации, которая хранит состояние, ну, работу с NavController. NavController берется из Jetpack Navigation, который мы, собственно, используем и в обычной жизни, то есть в обычном некомпоуз Андроиде. Окей, NavController мы StartDestination сделали. Давайте NavController тоже передадим. Так, что-то ему не нравится, но, наверное, нужно просто в том же... Тут бывают еще, конечно, глюки пока что. Давайте так. У меня иногда, конечно, подглючивает знатно. А, ну вот, да, то есть он, видимо, не мог сопоставить, там было две перегрузки этой функции. И еще, как мы все понимаем, то есть у нас теперь все функция. То есть NavHost это тоже функция. И NavController это функция, и, в общем, все является функцией. Что мы теперь будем делать здесь? Мы будем делать вот так, то есть мы будем брать, здесь прописывать наш road. А здесь мы будем рисовать, ну, давайте пока что просто текст. Текст сделаем, в который мы, например, ну, я не знаю, что мы передадим, что мы передадим. Давайте здесь будет лист. Можно даже с паддингом, например, это сделать. Давайте так. Modifier. Modifier. Padding. 24DP. Окей. А, соответственно, так, у нас тут сейчас... А, ну, тут был Hello World, да, мы его убрали. Соответственно, на все остальные экраны, то есть вот Search и Push, мы тоже создаем вот такие вот Composable функции. Дело в том, что Composable функции это такие расширения, которые говорят нам, на какой road что нужно рисовать. То есть, когда у нас происходит вызов NavController и Navigate с определенным road, да, то у нас происходит вызов вот этой вот Composable функции. Мы сюда можем передать не только текст, мы сюда можем передать, в принципе, любой экран. Как это все устроено под капотом? Если вы хоть раз работали с диплинками, то вы, соответственно, знаете, как они работают в Android, и здесь вся работа, она фактически устроена как работа с диплинками. То есть, вы передаете в некотором смысле диплинк, который привязан к вашему приложению, и просто берете вот этот параметр, который кусочек именно road, да, и он у вас матчится с тем, что у вас в эту функцию приходит. То есть, вот тут такой вот сложный достаточно механизм. Вы можете еще подробнее об этом прочитать на сайте Developer Android, я оставлю ссылку в описании, на официальное именно описание, если вам вдруг захочется залезть тут поглубже и поковыряться в этом, скажем так. Окей, так, у нас есть OnClick, давайте так. И давайте мы сделаем следующее. OnClick, мы просто у NavController вызовем функцию Navigate. И передадим сюда как раз наш road. Он, видите, подчеркивает красным. Тут нужно обязательно сделать импорт, потому что иначе он почему-то не узнает именно функцию из библиотеки и пытается использовать стандартные функции. Ну, давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Запустим. Я получил ошибку в виде вот такой вот NoStaticFieldCompagnon. Если вы вдруг увидите то же самое, то это скорее всего потому, что у вас не совпадают версии, ну, то есть ComposeVersion у вас слишком старый. Дело в том, что почему-то, я уж не знаю конкретно почему, но в доках указана одна версия, ну, правда, справедливости ради для Compose, она тоже указана одна там, то есть, ну, новая самая, да. В проекте почему-то по умолчанию создается ComposeVersion 01, Beta 01. Ну, наверное, потому что они просто не успевают так часто выпускать обновление Arctic Fox. Ну, вот, поэтому обязательно обновитесь до последней версии Compose, которая вам будет доступна. Особенно, если у вас вот такая вот ошибка будет. Сейчас, сейчас. Я зря, наверное, стопнул. Да, запускаем приложение. Начинаем нажимать. И вот у нас, пожалуйста, происходит переключение. Ну, давайте мы немножечко усложним этот процесс, потому что нам понадобится дальше это все переключать еще. И создадим здесь в папочке, ну, давайте отдельно, создадим папочку Screens. И здесь создадим соответствующие скрины. Давайте так, например, создадим, что у нас там, ListScreen. Здесь делаем Composable. ListScreen. И просто сделаем, опять же, скафолд, внутри которого мы создадим просто текст, в котором мы напишем ListScreen. Ну, и Modifier давайте тоже зададим. С отступами. Окей. Создали. Давайте теперь, собственно, накопируем его. Создадим SearchScreen. Жалко, оно пока еще не умеет определять Composable функции, чтобы, как с фрагментами, их сразу же переименовывать. И создадим, а что там, PushScreen, да? PushScreen. Окей. Теперь в MainActivity мы, соответственно, поменяем здесь. Здесь мы сделаем ListScreen. Здесь мы сделаем SearchScreen. Ну, и, соответственно, PushScreen. По большому счету, у нас особо ничего не поменяется. Но теперь давайте мы попробуем сделать следующий, скажем так, ну, Move такой, давайте так его назовем. Вначале мы попробуем сделать, чтобы у нас здесь был список. Давайте мы создадим просто некий рандомный списочек такой. TestArray. Давайте так, ListOf. Ну, и что-нибудь типа, там, 1, 2, там, или давайте, Hello. World. Земля. Что еще? ВК какой-нибудь. Мне нужно много задавать. Ладно, я не буду дальше выдумывать. Я просто сделаю повторяющимся это все. Вот так. Много-много слов. И здесь я создам просто списочек вращающийся, да? Ну, вернее, не вращающийся, а просто списочек. Map. It. Давайте так. Text. It. It. А, ну, тут надо item обязательно сделать, потому что мы... Речь идет про lazy colon. И тут, соответственно, тоже modifier. Передадим 24, чтобы оно много места занимало, чтобы оно точно не влезло на экран. Давайте попробуем. Посмотрим, что у нас выйдет из этого. Ну, вот наш списочек. Он, в принципе, вращается. У нас просто ячейки. А, ну, можно, в принципе, вот так сделать просто. Fill. И там еще по высоте какую-нибудь задать. Ну, ладно, по высоте не будем. Давайте пересоздадим, чтобы оно везде вращалось. Да, вот у нас вращается. Вот мы можем остановиться примерно здесь на Earth. Вернуться. И у нас, конечно же, ничего не сохраняется. То есть мы фактически каждый раз создаем список заново. Это проблема. Следующая проблема. Давайте мы сделаем еще. Пойдем дальше. Мы сделаем Clickable. И здесь покажу вам интересный момент. То есть если нам нужно перейти на какой-нибудь экран. То есть мы хотим, там, ну, например, из вот этого экрана со списком. Перейти в экран под названием, ну, не знаю, деталка, да, например. Давайте так. То нам нужно сюда передать NavController. Вот. И мы, соответственно, при нажатии на NavController. При нажатии, вернее, на нашу ячейку. Просто вызовем, опять же, Navigate. И укажем здесь, например, Detail. Давайте так. Details. Соответственно, нам нужно будет немножечко здесь подправить MainActivity. Во-первых, нам нужно будет указать здесь Details. Здесь, соответственно, передать NavController. В эту функцию. А здесь, ну, кстати, интересный момент. Что, по идее, вот сейчас, если мы перевернем экран, то у нас ничего не должно поломаться. Ну, в общем-то, так и есть, да. То есть мы остаемся в том же месте, где и были. То есть мы остаемся, да, где и были. Здесь мы сделаем, соответственно, ну, давайте текст. Просто и сделаем Details. Ну, или, ладно, в принципе, можно скопировать. Details.Screen. Здесь делаем Details. А давайте мы здесь делаем вот так. То есть, типа, List.Screen. List.Screen. Details.Screen. То есть мы теперь понимаем, что мы перешли отсюда сюда. Так, мы здесь делаем Details.Screen. Теперь, когда мы, соответственно, запускаем, мы при нажатии, у нас будет вызван вот этот NavController. Он, сигнал попадет сюда, потому что мы его снаружи передали. Да, и у нас произойдет recompose. Только мы теперь вызовем в Compose. Был уже Details.Screen. Нажимаем. Вот мы видим Details.Screen. Ну, а если мы, опять же, возвращаемся сюда, то мы каждый раз, как бы, как в новый раз, да? То есть мы каждый раз видим List.Screen. И здесь, соответственно, у нас возникают некоторые проблемы. Второй момент, который мы хотели бы, допустим, видеть, да? Мы хотели бы видеть не просто Details.Screen, а мы хотели бы видеть, чтобы здесь был, ну, я не знаю, название слова, да? Давайте так, Word. И ладно, если это String. В DeepLin'ках String передать легко. Вы можете его прямо в линку передать. А что, если у нас не просто Word, да, какой-то там? Давайте мы сделаем вот так вот. Например. ValueString. Вот так сделаем. И мы хотим, чтобы у нас этот Word... Давайте так. А, нет, вот так проще всего будет сделать. Вот так. И написать Word. Ну, правда, закрывать скобочки уже придется с трудом. Хотя у некоторых, конечно, нормально будет. Нет, так плохо делать. Так, давайте мы отменим. Окей. Здесь закроем скобочки ручками. Конечно, очень не хватает инструментов, как во Flutter, когда можно врапить. Может быть, я, кстати, не знаю просто такой горячий клавиша. Ну, окей. А вот мы сделали Word. И мы хотим не просто передать что-то, да? То есть мы хотим передать прям Parcelable объект полноценный. Для этого я кое-что подготовил. Давайте так. Во-первых, нам надо сделать, чтобы это было Parcelable объект. Parcelize. Здесь Parcelable. Он подчеркивает красным Parcelize. Потому что я не добавил сюда плагин под названием ID Kotlin Android Extensions. Надеюсь, я правильно запомнил, как он называется. По-моему, так. Да-да-да. И теперь, по идее, да. Вот Parcelize виден. Окей. Мы теперь, соответственно, создали Parcelable объект. И хотели бы как-то его передать. В целом, это делается, ну, довольно несложно. Но я подготовил специальные экстеншены. Они будут в репозитории. В ссылке в описании. Давайте так. Они у меня вот хранятся вот здесь. В Navigation. Я сделал расширение из разряда Navigation with Parcelable. То есть вы здесь можете передать. Ну, давайте я лучше покажу это в проекте, чтобы не было мелко. Я назову это просто здесь. Ну, так же давайте. В принципе, да. Почему нет? Navigation with Parcelable. То есть, фактически, что у нас тут есть? Такая же навигация, как у нас вот есть в этом плагине, который мы подключили, вернее, в этой библиотеке. Только, ну, появляются некоторые опции. То есть мы можем передать Params в виде бандла, в виде просто листов, пар и просто пару. Собственно, как это все работает? Дело в том, что нам Jetpack Navigation предоставляет такую штуку, как Backstack Entry. Это, собственно, один из способов, как теперь нам делать, получать, вернее, результат из фрагмента, чтобы нам не заморачиваться на всякие там шины и прочие способы, как бы вот нам выцепить результат фрагмента, который мы открыли. Теперь у нас есть доступ к Backstack Entry, и там мы можем положить аргументы, достать аргументы, подписаться на изменение аргументов, что хотите. Вот. И, собственно, я это использую для того, чтобы написать эти расширения. Еще раз говорю, они в репозитории находятся. Плюс там сейчас еще один механизм вам покажу, который я тоже сделал в репозитории. Вот. Что мы теперь можем сделать? Мы можем сделать вот таким вот образом. Мы можем здесь сделать бандл. И сказать, например, Word Key. Ну, я сейчас не буду заморачиваться на там константы. To Word, да? То есть, и поскольку это Parcelable, он в бандл отлично складывается. Единственное, что он, видите, опять же, не понимает, что это за Navigate, и нужно его заимпортить. Дальше вы делаете очень просто. Вы переходите... Давайте мы здесь в деталке мы Word добавили, да? А здесь мы теперь не Detail Screen, а прям Word распечатаем. Так. Вот так это будет выглядеть. А, ой, извиняюсь. Здесь надо, конечно, вот так сделать. И теперь, соответственно, мы можем сделать следующим образом. То есть, мы вызвали этот Navigation, и нам надо как-то теперь здесь получить Word. Ну, здесь мы, собственно, обращаемся вот таким вот образом. Мы говорим, что... Backstack... Так, 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 стоп, стоп, стоп. Нет, у NavController. Previous Backstack Entry. Да, обязательно Previous. Arguments. Можно, в принципе, Get Parcelable, да? По-моему, можно... Да, 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 да. Get Parcelable. Тип Word. Здесь мы указываем... Ну, ключ, по-моему, я назвал Word Key. Ну, и так вот, типа, Let. И здесь мы, соответственно, можем уже вызвать этот экран, нарисовать его. Можно не делать такие проверки. Можно их сделать, например, в самом экране. Сюда просто, ну, типа, передавать вот это все, не заморачиваясь на то, что оно нулабельно. Я у себя сделал еще одно расширение, которое позволяет мне доставать такие штуки. Так, 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 это не то. Да, ну вот, я его... Ну, это гораздо хитрее штука. Ладно, вы можете, в принципе, сделать расширение на NavController, которое просто там вам будет передавать, например, ну, такой же вот, как ParcelableTip и, допустим, ключ, да? И просто вытаскивать элемент оттуда, возвращать его. Ну, то есть, это вопрос уже Kotlin, да? То есть, если вы владеете Kotlin, вы легко такое расширение напишите. Вот. И, соответственно, вот таким вот образом мы можем передавать параметры. Давайте посмотрим. Причем любые параметры, да? Понимаете, что в Bundle можно положить что угодно. Да, не знаю, массив, как вам нравится. То есть, мы переходим сюда, видите, ListScreen World, то есть, все работает. Причем мы нажимаем еще раз, возвращаемся назад. Но, конечно, вот смущает тот момент, что мы, как бы, возвращаемся назад при нажатии на другую табу. Как бороться с этим? Ну, я не нашел какого-то решения в документации или еще что-то. Ну, и я, собственно, пошел практически тем же путем, которым иду и всегда. Дело в том, что здесь, конечно, момент того, что у нас нету какого-то места, где бы у нас сохранялось в памяти наш Navigation Graph, да? То есть, у нас есть один Navigation Graph, мы его переключаем, и он не хранит какие-то подсостояния в каждой конкретной ветке. То есть, это мы знаем, что это табы. С точки зрения Navigation Graph, это все едино, да? То есть, это все какие-то экраны. Details для него от Search ничем не отличается. То есть, мы просто переключаем между экранами, понимаете, да? То есть, мы находимся в списке, сработало вот это. Мы нашли в Search, сработало вот это. Мы зашли опять в список, опять сработало вот это. Мы нажали вот сюда, да? У нас сработало вот это. Нажали в Search, и хоп, мы вернулись сюда. И поэтому, когда мы нажмем List, мы опять же вернулись сюда. То есть, мы не вернулись сюда, потому что у нас это все один и тот же граф. Соответственно, каким может быть здесь решение? Решение может быть создать некие такие... Ну, то есть, сделать в каждой табе свой отдельный Navigation Graph. И здесь я написал некое решение. Давайте я немножечко переключусь на него, потому что я достаточно долго буду имплементировать это все здесь. Оно у меня хранится уже в репозитории. И, соответственно, я, конечно, вам этот репозиторий расшарю. Он будет в описании, и вы сможете посмотреть и, возможно, забрать себе. А если вам понравится, напишите об этом в комментариях, пожалуйста. Я обязательно сделаю это в виде некой библиотеки, и вы сможете это использовать. Так вот, посмотрим, как это выглядит у меня в проекте. Помимо вот этого класса с экстеншенсами, которые я бы мог вынести в принципе библиотеку, я сделал некую штуку под названием Navigation Controller. То есть, как она сейчас работает? Она работает следующим образом. Вы в MainActivity. Ну, у вас, понятно, есть хост, который у вас работает как-то... Ну, типа, вот есть общий экран, да, знаете, главный, где у вас нижний бар. И какие-то еще внешние экраны, которые у вас поверх этого нижнего бара должны открываться. Ну, сейчас оно соберется, я запущу. И в главном экране здесь у вас как раз используют... То есть, здесь у нас то, что мы вот делали. У вас используется навхоз с тремя, как бы, Composable.me. То есть, это как раз Composable, которые вы должны, как бы, ну, вот, сделать такими независимыми графами. И здесь вы видите, что у меня есть лист-контейнер. Так, у меня собралось, и оно, естественно, схлопнулось. Лист-контейнер, это реализация как раз, вот, оно содержит в себе просто, ну, обертка, да, это Navigation Controller, который как раз показывает, какой экран стартовый, какие экраны вообще есть. Я специально вывел здесь доступ и к NavController, и к роутеру, если вам нужно это передать в экран. Мало ли, у вас есть какая-то вложенная, да, навигация именно вот этого подхоста, который вы хотите вот дальше проходить. Ну, то есть, с листа, например, на деталку, да, перейти. И также есть доступ к параметру, параметрам, вернее. То есть, параметры как раз это уже вот будет, типа, вот это Bundle, вот это Arguments, Previous Backstack, это все скрыто. И вы сразу получаете доступ к парам, само которого вы можете уже вызывать то, что вам нужно. Ну, давайте посмотрим, как это работает. И на этом, собственно, наверное, с навигацией мы закончим. То есть, здесь, как видите, все не так уж сложно. Основные кейсы мы разобрали. Ну, здесь у нас такой же лист. А, ну, выглядит все это, конечно, немножечко странновато. Давайте мы немножечко сменим тут тему. Напишем здесь Stark. Then False. Так должно, по идее, получше выглядеть. Как-то темная тема по умолчанию выглядит не очень хорошо. Возможно, дело в синем цвете. Окей, так гораздо симпатичнее. Во-первых, мы здесь... Так, я не помню, здесь, по-моему, я... Нет, по-моему, здесь список сам по себе не очень большой. Но мы можем, например, перейти на юзера. Ну, во-первых, видите, да, смотрите. Написать сообщение открывает экран поверх нижнего бара. То есть, это у нас как раз вот этот вот Composable, который у нас находится прямо в самой Activity. То есть, это как бы центральный Navigation Host. Вот. Но, например, если мы зайдем прямо в юзера. То есть, юзер Роман Елизаров. И мы вот так вот переключим, то мы останемся все еще на этом экране. Более того, если мы здесь нажмем назад, то мы вернемся к состоянию списка. Но если, допустим, давайте мы сейчас здесь увеличим количество пользователей в два раза. Ну, просто продублируем, да. Так, здесь нет запятой. То, соответственно, мы, ну да, проскролим. Тут, допустим, где-нибудь здесь вернемся. И мы находимся все в том же состоянии списка. Потому что мы сохраняем. То есть, мы как бы переключаемся между NavController, которые запоминаются. То есть, мы используем Remember NavController, который запоминает свое состояние. И он живет внутри дополнительных NavigationController. Я здесь взял название NavigationController, потому что в iOS она так называется. И, на мой взгляд, достаточно удачное название. Хотя, конечно, от всех этих NavController, NavHost, NavigationController немножечко путается все в голове. Поэтому, если у вас есть название получше, напишите его тоже в комментариях. Я, возможно, переименую. Вот. И если вам действительно окажется полезным вот этот функционал. То есть, видите, он позволяет делать довольно сложную навигацию. Плюс, ну, как бы в плане параметров тоже очень удобно. То есть, вы просто описываете здесь список экранов. Ну, это экраны именно в пределах вот одной вот этой тапки, да? То есть, это отдельная функция. Она не будет у вас в любом случае занимать много места. Даже если у вас будет много экранов внутри. Вот. А самое главное, что вы можете, ну, типа, переиспользовать эти экраны без проблем. Вот. То есть, добавлять их в любые, какие хотите, NavigationController. И у вас все будет при этом работать. У вас здесь есть, как я говорил, доступ к... То есть, тут пара такая довольно специфическая. Сейчас я покажу. У вас здесь есть доступ к NavController, к роутеру и к параметрам. То есть, вы можете... Роутер это, если что, наружная навигация. То есть, не в пределах вашего NavigationController, а если вы хотите что-то за его пределами вызвать. Вот. Такая, на самом деле, вот простая достаточно функция, которую вот я написал, да? Которая создает навхоз для каждой тапки отдельно. Вот. Надеюсь, это вам было полезно. Я думаю, теперь вы сможете сделать любой сложности навигацию, использовать Jetpack Compose. И для вас этот вопрос тоже будет решен. А в следующей теме я хотел бы рассмотреть темы. То есть, в следующей теме рассмотреть темы. Ну, именно. Material Zem. Как сделать разные темы. Темную, светлую. Как там сделать другую, третью, какую-нибудь четвертую тему. Как расширить параметры в существующей теме. Потому что там достаточно ограниченное количество цветов и прочего. Ну, и вообще-то, собственно, как устроены цвета и так далее. Но мне очень важно, чтобы я видел, что это как бы, ну, вам интересно. Что вы хотите, чтобы эти ролики были дальше. Поэтому не поленитесь. Поставьте лайк, напишите комментарий. Потому что это двигает, во-первых, канал вперед. Он продвигается там другим зрителям, показывается и так далее. Вот. А самое главное, это приятно мне. И я понимаю таким образом, что вам это тоже интересно. И вы хотите видеть дальше темы по Jetpack Compose. Ну, а с вами был Алексей Гладков. Канал Mobile Developer. Всем огромное спасибо. И увидимся в следующих видео. Пока.